Приветствую дорогие друзья! Гениальный Олег Басилашвили это целая эпоха в советском и российском кино. Каков же творческий путь актера? Кто он по национальности и какие титулы и звания имеет? Все это мы рассмотрим в сегодняшнем видео. Олег Валерьянович Басилашвили 1934 года рождения сыграл около 50 ролей в нескольких театрах. Первая его театральная роль датируется 1969 годом, наиболее поздняя текущим 2019 годом. Помимо этого он сыграл более чем в 20 телеспектаклях, озвучил 25 художественных, документальных и мультфильмов, принимал участие в создании 26 документальных фильмов, как чтец и актер, но больше всего ролей он сыграл в кино, 77. Его первая роль эпизодическая, в возрасте всего 5 лет, в фильме «Подкидыш». 1939 год, мальчик на велосипеде, в титрах указан не был. Позднее известное в телесериале «Орлова и Александров», 2015 год, где он читал текст от автора. Среди наиболее известных работ в советском кино, съемка в кинокартинах, «Поднятая целина», «Возвращение святого Луки», «Вечный зов», фильм первый, «Дни турбинных», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Бокзал для двоих», «Небеса обетованные». Дорогой мой Иван Антонович, такое время ни за кого ручаться нельзя. Интересный факт, что Олег Валерьянович мог стать ипполитом в комедии «Ирония судьбы», но не прошел пробы. В российский период он сыграл роли в кинофильмах и сериалах «Предсказания», «Сны», «Бандитский Петербург 2», «Мастеры Маргарита», «Ликвидация» и тому подобные. Даже у такого мэтра советского и российского кино Олега Табакова насчитывается только 7 титулов и званий, без учета наград, естественно. Награды – это отдельная тема, а не титулы. А у актера Олега Басилашвили разных званий 8. И вот они. Заслуженный и народный артист РСФСР, народный артист СССР, почетный гражданин Тбилиси и Санкт-Петербурга, академик кинематографии Ника и Национальной академии кинематографии, почетный член Российской академии художеств. И всем, наверное, интересно знать, а какого происхождения актера? И вот что удалось узнать. По традиции, не только советской и российской, но и грузинской, фамилия ребенка обычно аналогична фамилии его отца. Именно она считается родовой. Так вот, если бы отец Олега Валерьяновича не сменил родовую фамилию, то на самом деле актер был бы не Басилашвили. Отец актера Валерьянович Басилашвили, потомок древнего грузинского рода, грузин по национальности, его отец, то есть дед актера по отцовской линии, Нашриван Кайхасрович Басилов, прадед актера Кайхасро Басилов. Как мы видим, фамилия предков актера по отцовской линии – Басилов. Таким образом, настоящая фамилия Олега Басилашвили – это Олег Басилов. Фамилию сменил отец актера. Но почему он это сделал? Примерно 400 лет назад грузинские предки Олега Валерьяновича пришли в горийский уезд современной Грузии из территории, находящейся на территории современной Турции. Но эта ныне турецкая местность исторически всегда была грузинской. Край назывался Тау-Кладжетти, а населенный пункт – Басиани. Когда в Российской империи начали присуждать фамилии, род выходцев из Басиани получил русифицированную фамилию с окончанием «Ов». Видимо, писарям было трудно записать грузинский вариант. Вот и получилась русская родовая фамилия Басилов, то есть потомок из Басиани. И только отец актера переделал окончание на грузинский лад, убрав окончание «Ов» и приставив «Швили» – Басила Швили, потомок Басила. Мать актера Ирина Сергеевна Ильинская, известная в СССР филолог, автор учебника для учителей по русскому языку и серии книги по лексике сказок Пушкина. Мама происходила из старинного русского рода Ильинских. Ее дед Сергей Ильинский – русский архитектор, автор проектов «Пяти православных храмов и монастырей». Супруга Сергея Ильинского – прабабка актера по материнской линии Ольга Николаевна Тольская. Какие же выводы мы можем сделать из всего услышанного? Настоящая родовая фамилия актера – Олег Басилов, но мы знаем его как Олега Басилашвили, а его национальность – наполовину грузин, наполовину русский. Сейчас актер готовится к очередной премьере – спектаклю «Палачи», поставленному специально для него. Бенефиса и поздравительных речей в честь его дня рождения на сцене не будет. Басилашвили не любит праздновать этот день публично. Он вообще уехал из Петербурга, чтобы отметить эту дату только в кругу своей семьи. Моя решение, что вы хотите уйти из театра. Я говорю, ну вы, что сказать-то, да? Думаю, так скажу, да. Он говорит, ну и правильно. Скажу, нет. Я говорю, а вы подумайте. Я говорю, а вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете?